всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду идут на днях побывал в одном французском ресторане и мне там понравился бургер с треской вот прям очень понравился очень в первую очередь тем что треска была приготовлена традиционным испанским способом а именно сварено в масле не обжарено а именно сварено этот процесс идет в глубоком масле при температуре 80 градусов причем она дополнительно очень сильно ароматизируется чесноком дома решил повторить рецептик ну и вам показать тоже реально классная штука и так нам понадобится треска у нас продается вот такая предварительно посоленная достаточно сильная ее надо вымачивать в холодной воде там 24 часа 36 даже 48 в этой треске было соли полтора процента кроме того лук мука крахмал пряности яйца молоко салатные листья чеснок и предварительно запеченный красный сладкий перец ну и булки для бургеров можно было конечно их самостоятельно приготовить ну во первых я вам показывал это дело где щелкните да посмотрите а во вторых сегодня просто лень поэтому купил магазинные для гарнира нужна будет картошка поэтому нарежу прямо с кожурой она мытой не переживайте ее надо будет предварительно отварить до полу готовности в так хорошо подсоленной воде вот так пусть варится так а масло для трески уже можно греть какая у меня плошечка чеснока понадобится много в масло его и быстро приготовлю соус масло оливковое яйцо зубчик чеснока порубить сюда его сразу немного соли и пожужжать главное не отрывать венчик это дна вот когда эмульсия поползет уже вверх из-под венчика вот тогда можно уже отрывать его чтобы очередная порция масла подсасывалась туда вниз смотрите какой густой теперь доведение до вкуса перед сюда он сладость свой добавит лимонный сок понадобится конечно по вкусу я примерно половинку лимона выдавливаю и опять пожужжать соус готов теперь займусь луком мне для бургера луковые кольца понадобится вот такой размерчик самый раз и кляр тут все просто мука крахмал яйцо соль гранулирный чеснок петрушка сухая куркума немного перемешать добавить молоко и перемешать до однородности кляр тоже готов так кстати картошку уже можно вытаскивать выложу ее на салфетку и пусть пока подсыхает отлично и займусь приготовлением луковых колец сначала в муку чтобы кляр лучше приклеивался затем в кляр а теперь в сухари и в горячее масло готовятся колечки очень быстро да и пока не обжариваются рыбу тоже можно уже забросить в масло только сначала чеснок удалить обратите внимание он не должен сгореть так что масло не перегреваете треска рыба не жирная и вот такой традиционный испанский ну или португальский способ заготовки когда сильно просаливается он долго лежит ну то чтобы подвяливается в холодном месте лежит получается так что из трески соль вытягивает всю влагу она по идее такая суховатая получается ни воды ни жира и вот такой способ приготовления в масле позволяет раскрыться всей нежности всей классности этой рыбы на мой взгляд но масло конечно тоже должен быть вкусная и может какой-то совершенно какой-то нейтральный рафинирование все-таки какой-то ароматом присутствовать должен ну про кольца между тем забывать не стоит так ну и булки уже тоже можно подрумянить я это сделаю в духовке под верхним грилем но можно и на сковороде как вам удобно с кольцами разобрался теперь картошка предварительно отваренная до полуготовности во фритюре затем готовится значительно быстрее чем сразу сырую закладывать готовую надо выкладывать на салфетку чтобы лишнее масло удалить сюда следующую партию ну и булки тоже уже можно доставать смотрите какие румяные рыба масле готовится быстро конечно зависит от толщины куска но в среднем 10 ну максимум 15 минут и все готово готовы надо выложить опять же на салфетку чтобы слишком масло убрать ну что собираем бургер соус замечательный салат ломтик запеченного перца он сладкий немножко с кислинкой потому что добавлен туда уксус винный теперь треска колечко лука и ломтик чеснока ну и картошечка и все это очень вкусное сочетание да из большого количества масло возможно не очень диетичная но черными диетами завтра на них сядем мы сегодня будем наслаждаться вот этим вот колечком например ну чё рассказывать вы наверняка пробовали кольца в хрустящей панировке да во фритюре знаете лук становится сладким прием тепловой обработке панировочка сказка нет можно было бы конечно этот бургер сплющить и запихать в рот все по-свински но я постараюсь все-таки как и более аккуратно так то липко смотрите какая сказка нежнятина просто нежнятина с этим соусом с перчиком опять соусом салатика картошечка конечно же обалденное сочетание французы молодцы ну может быть не во всех ресторанах они молодцы не везде но вот этот ресторан утром я на туда еще пойду еще очень такого интересного там их подсмотрю мы приготовлю и вам покажу спасибо за компанию напоминаю вам что спонсор выпуска наступает у нас самура благодаря которой вы смотрите ролики если вы захотите обновить свой парк ножей то по промокоду фреска вы получите очень приятную скидку я например ножом где он у меня вот я ножом вот эти вот бессменным но вик пользуюсь уже больше года и он меня абсолютно устраивает и абсолютно не подводит спасибо за компанию всем пока